В прошлом видео мы с вами рассмотрели основы финансовой грамотности. Также я вам посоветовал, какие книги необходимо почитать для начинающих познавать эту интересную науку. Сегодня у нас не менее интересный ролик. Я вам покажу и расскажу подробно, сколько работы на работе мы отчисляем в Пенсионный фонд России и другие фонды. И самое главное, заберем ли мы эти деньги обратно в виде на пенсию. Интересно? Ну тогда давайте начинать. Просто работая и получая зарплату, ваш работодатель производит три вида налоговых отчислений. Это, во-первых, подоходный налог, так его называют, или налог на доходы физических лиц, НДФЛ, простым языком. А также налоги на пенсионное обеспечение и социальное страхование. Первое отчисление, то есть налог на доходы физических лиц, работодатель перечисляет в бюджет зарплаты каждого работника. В данном случае он выступает в роли налогового агента, то есть производит удержание и перевод средств за счет работника. Помимо НДФЛ, работодатель обязан ежемесячно уплачивать взносы на пенсионное обеспечение работника в Пенсионный фонд России, Медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, или ФОМС, а также на социальное страхование в Фонд социального страхования, или ФСС, кратко. Эти отчисления работодатель уплачивает за свой счет и не удерживает их за сработника. Главное это понимать. НДФЛ платим мы со своей зарплатой, просто за нас это делают работодатели. А все остальные отчисления, Пенсионный фонд России, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования платит работодатель. Давайте теперь разберемся, что в каких размерах и куда идут отчисления. Пенсионный фонд России уплачивается 22% от зарплаты. Все переводится на страховую часть пенсии. Эти средства идут на выплаты нынешним пенсионерам, но учитываются на лицевом счете работника. При выходе на пенсию они служат основой для расчета размера полагаемых ему выплат. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования перечисляется 5,1%. Фонд социального страхования перечисляется 2,9%. Часть из них идет на страхование от временной нетрудоспособности в результате болезни и при материнстве. Другая на защиту от несчастных случаев на производстве. Если работник заболевает, уходит в декрет, получает производственную травму, ФСС компенсирует ему средства, которые перечислялись работодателем. А также от 0,2% до 8,5% на страхование от несчастных случаев, которые могут возникнуть на производстве. Точная сумма зависит от класса риска, в который входит профессия и должность работника. Итак, давайте повторим. Согласно правилам, заработные платы работника можно удержать только 13%, взимаемых в качестве подоходного налога. Остальная сумма берется из фонда заработной платы. Работодатель должен заложить его заранее. Давайте рассмотрим на примере. Допустим, работник получает 10 000 рублей. В дополнение к этой сумме работодатель обязан заплатить минимум 3020 рублей в фонды и в пользу государства. Эта сумма складывается из следующих отчислений. 2200 рублей в пенсионный фонд России, 310 рублей в фонд социального страхования и 510 рублей минимум в фонд обязательного медицинского страхования. По этой причине работодателю придется вложить в фонд оплату труда не 10 000 рублей, а 13 020 рублей. Для компании эта цифра и будет являться доходом работника. Я думаю, здесь все понятно. Теперь давайте немного посчитаем. Для начала давайте определимся с исходными данными. Например, ты являешься молодым человеком 20 лет. В 20 лет ты пошел и устроился на работу. Средняя зарплата по России на 2017 год составляла примерно 31 000 рублей. 40 лет ты исправно и усердно работаешь. И на пенсию выходишь, например, в 60 лет. Как я уже вам говорил, работодатель отчисляет 22% в пенсионный фонд от его заработной платы. Если мы посчитаем, то это 31 000 умножить на 22% 6 820 рублей в месяц. Или 81 840 рублей в год. Или 2 046 000 рублей за 40 лет нашей непрерывной работы. От выхода на работу до выхода на пенсию. Таким образом, за 40 лет нашей работы до выхода на пенсию, с учетом того, что мы пошли работать в 20 лет и ушли на пенсию в 60 лет, работодатель сделает отчисление Пенсионный фонд России на сумму 2 046 000 рублей на формирование нам страховой части пенсии. Идем дальше. Средняя продолжительность жизни в России составляет 72 года, постоянно на 2017 год. Это значит, что ты будешь получать пенсию примерно 12 лет, если уйдешь в 60 лет, в размере 13 700 рублей. Это также средняя пенсия по России на 2017 год. Теперь считаем 13 700 рублей в месяц пенсия или 164 400 рублей в год или 1 972 800 рублей за 12 лет. Итого, за 40 лет работы работодатель отчислил в Пенсионный фонд России из зарплаты работника 2 046 000 рублей. А он, то есть работник, заберет обратного государства в виде пенсии 1 972 800 рублей. Эти расчеты, конечно, очень сырые и у каждого человека они индивидуальны. Но я это вам показал, чтобы вы поняли принципы расчета. И мы вместе посмотрели, что в принципе, то, что работодатель отчисляет в Пенсионный фонд России, потом вам и возвращается. Если информация была вам полезна, ставим пальцы вверх, подписываемся на канал и оставляем свои комментарии. И ждем новые ролики. На этом все. Всем удачи. Пока. Субтитры подогнал «Симон»